Решение канадских властей о дальнейшем расширении санкций против российских официальных лиц и компаний под предлогом событий на Украине выглядит неуклюжей попыткой помешать выполнению договоренностей по урегулированию конфликта, которые были достигнуты в Минске 12 февраля при активной и конструктивной роли России. Это решение противоречит духу резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в их поддержку. Предпринят очередной антироссийский шаг, отодвигающий перспективу восстановления нормальных двусторонних отношений. Мы приходим к выводу, что режим Харпера, по-прежнему не желающий объективно оценить истоки и логику происходящего на юго-востоке Украины, заинтересован не столько в преодолении кризиса, для чего необходим прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, сколько в подыгрывании киевской партии войны. Внутриканадская подоплека подобных решений, тиражируемых в Оттаве уже на протяжении многих месяцев, для нас очевидна. Односторонние санкции, как инструмент внешней политики, противоречат международному праву. Прискорбно, что эти азы межгосударственного общения игнорируются правительством, кичливо рекламирующим приверженность своей страны международному порядку и законности. Ставка Канады на санкции, разумеется, не останется без ответа. Мы все же надеемся, что в Оттаве задумаются о последствиях своих действий, фактически подогревающих дальнейшее вооруженное противостояние на Украине, осознают бесперспективность санкционного давления на Россию. Определение дальнейшего вектора российско-канадских отношений полностью зависит от того, возобладают ли в Канаде ответственность и здравомыслие. Продолжение следует... Продолжение следует...